Вебинар по статьям о данных. Все организаторы, участники этого вебинара удивлены, приятно удивлены популярностью нашей темы. У нас больше 50 или даже 60 человек уже сейчас. И я хотел бы вначале убедиться в том, что все знакомые с системой Zoom и как ей пользоваться. Во-первых, я хотел бы попросить моих коллег покивать, если меня хорошо слышно и видно мой экран. Кажется, экран видно и слышно нормально. Значит, идея этого вебинара возникла таким образом. GBF и Pensoft объявили о возможности опубликовать статьи о данных. Первые 20 статей могут быть опубликованы бесплатно в специальном выпуске. И мы планировали провести на конференцию в Екатеринбурге сессию, где мы бы подробно объяснили вживую, в аудитории, о том, как все это работает, почему это хорошо и интересно. Но, как вы знаете, из-за коронавируса конференция была перенесена на октябрь. И мы решили организовать этот вебинар и провести его на русском языке. If there are any participants who are not Russian speakers, I am sorry to announce that this webinar will be in Russian. And we will find another opportunity to update you on the data papers. И это была единственная фраза, которую я собирался сказать по-английски. Все остальное пройдет на русском языке. Так вот, значит, этот вебинар – это компенсация этой разъяснительной сессии, которую мы планировали провести в Екатеринбурге. Правила нашей телеконференции будут такие, что вопросы, которые у вас будут возникать по мере того, как мы будем рассказывать о нашей программе, нужно печатать в чате. Я думаю, что вам видна кнопочка Q&A. Если вы ее нажмете, то там тоже можно задать вопросы. И, значит, вопросы будут приниматься в печатном виде. Кроме того, многие из вас задали свои вопросы заранее. И после того, как мы сделаем наши короткие презентации, мы начнем с быстрой пробежки по этим заранее заданным вопросам. А потом перейдем к вопросам, которые возникли в течение вебинара. Вот я вижу, да, кто-то написал «Доброе утро» в Q&A, значит, эта система работает. Хорошо. Если вы потеряли условия конкурса, вы можете зайти на главную страницу jbif.org и найти в панели новостей шмеля на одуванчике или на каком-то другом сложноноцветном. И там вы обнаружите подробное описание этого конкурса на английском языке. Но это не вполне конкурс, поскольку это не соревнование, мы не выбираем лучшие статьи. Это возможность бесплатно опубликовать статьи в специальном выпуске журнала «Bio Diversity Data Journal». Формат статьи о данных, возможно, не всем хорошо знаком. Я хотел бы сказать о нем несколько слов. Формат статьи о данных был изобретен Любомиром, который присутствует на этом вебинаре. Любомир Пенев, Теодор Георгиев и Мария Колесникова представляют издательский дом PINSOFT. И будут участвовать в нашем вебинаре в следующей части. Вы слышите о них вживую. Этот формат был придуман для того, чтобы повысить научную значимость, повысить библиографическую обнаружимость наборов данных. Цифровая революция развития jbif и других систем привела к тому, что публикация данных как научного продукта стала все более и более популярной и важной для научной деятельности. И этот рост продолжается и сейчас. Но при этом наука и научная деятельность используют в качестве основной разменной монеты, в качестве основной академической валюты статьи. Многие из вас должны в конце года написать годовой отчет, указать список публикаций и так далее. И цифровые продукты, такие как веб-сайты, датасеты, опубликованные на jbif и в других местах, не везде учитываются как что-то значимое, как продукт научной деятельности. Хотя они, конечно, являются таким продуктом. Упаковка цифрового датасета в статью о данных позволяет, во-первых, придать этому продукту дополнительный академический вес. Кроме того, эта статья позволяет рассказать историю возникновения этого датасета, подробнее остановиться на методах сбора, на каких-то других важных подробностях. И таким образом представить этот датасет для научной аудитории для повторного использования в других контекстах таким вот ярким, заметным и знакомым образом. В России статьи о данных являются все еще достаточно новым форматом. И одной из причин, почему мы запустили эту программу в этом году, является как раз популяризация формата статьи о данных в русскоязычной аудитории. Был задан вопрос, почему европейская часть, и, как вы знаете из условий этой программы в этом году, бесплатно можно будет опубликовать статьи о данных, где, по крайней мере, 80% записей происходит из европейской части России. Резонный вопрос, почему только европейская часть, почему не Сибирь, почему не Белоруссия, не Украина. Это связано с источником финансирования этой программы. Финансы, которые нам доступны для спонсирования этого выпуска, они имеют региональный фокус. И мы хотели бы это расширить, и хотели бы принять не 20, а, может быть, 200 статьи о данных со всего света, но, к сожалению, мы ограничены финансово и вынуждены в этом году оставить этот региональный критерий в силе. В двух словах я хотел бы остановиться о условиях. Я уверен, что вы все прочитали их, и тот факт, что вы зарегистрировались и участвуете в этом вебинаре, в общем, наверное, должен говорить о том, что вы уже все это знаете. Статья о данных – это описание датасета. Отсюда следует логичный вывод, что этот датасет должен где-то существовать. И по условиям нашей программы в этом году этот датасет должен быть опубликован в GBIF. Таким образом, логика работы над такой статьей о данных, если вы хотите получить бесплатную публикацию в журнале PINSOFT, должна быть такой. Вы выбираете набор данных, который отвечает условиям конкурса. В нем 5000 или больше записей, он по европейской части России, и качество данных достаточно высокое. Вы начинаете работать с этим датасетом, возможно, вам нужно уточнить геопривязку, уточнить таксономию, приводите ваш датасет в публикуемый вид. Он может исходно храниться в самых разных форматах. Возможно, это таблица в Excel или база данных Access, или какая-то другая система Specify, или Escape, или что-то еще. Процесс публикации данных в GBIF, он фактически состоит из двух основных этапов. У вас должен быть аккаунт какой-то организации в GBIF, в России их около 100 таких организаций. И вы должны экспортировать ваши данные из вашей исходной системы в международно совместимый формат данных. Этот стандарт называется Darwin Core, и в сущности это достаточно простой процесс приведения структуры ваших полей, структуры колонок ваших данных в международно совместимый вид. После этого этот Darwin Core форматированный набор данных привязывается к аккаунту публикующей организации в GBIF, нажимается большая зеленая кнопка, и датасет оказывается опубликован онлайн. Но статья о данных от этого не появляется. Она появляется после того, как к этому набору данных, который существует уже теперь в цифровом виде в GBIF, привязывается текстовая история, собственно, рукопись статьи о данных. О том, как это сделать, подробнее расскажет Любомир в части нашего бинара, который последует за моей. Значит, еще раз хочу повторить важный момент. Если вы размышляете, с чего начать, начинать надо с работы над датасетом. Нужно опубликовать датасет, привести его в божеский вид, сделать так, чтобы он появился на GBIF.org, и после этого начинать работу над рукописью, начинать рассказывать историю вашего датасета в формате научной статьи. В принципе, наверное, можно делать это и наоборот, но мы рекомендуем вот именно такой путь – начать с данных. Ну, остановлюсь на критериях еще раз. Значит, что такое высокое качество данных и метод данных? Это самый, наверное, размытый и малопонятный критерий. Качество данных – понятие относительное. высокое качество для моделирования распространения видов в континентальном масштабе может оказаться совершенно невысоким для планирования какого-то точечного исследования и так далее. Это контекстозависимая вещь, но здесь идет речь о пропусках. Например, если координаты приведены в разных координатных системах, WS84 и еще какой-то, и все это перемешано в одном поле, такие данные не будут правильно индексированы, и это приведет к путанице. Или, например, если в поле, которое содержит видовые названия, смешаны латинские названия и русские названия. Это тоже не годится, это нужно провести в аккуратный вид. Географические координаты записей в датасете должны падать на территорию европейской части России к западу отвода раздела Уральского хребта. В описании этого конкурса приведен пример, на котором отдельно еще мы остановимся позже. Вы можете увидеть пример датасета, опубликованного в GBIF. Здесь карта этих точек, люди, которые в этом участвовали, Институт биологии Коми, организация, от которого этот датасет был опубликован, количество записей, цитаты, которые этот датасет успел собрать. И к этому набору привязана статья о данных в журнале BDJ, которая описывает этот датасет. Я теперь хочу обратиться к вопросам. И вижу, что в основном это привет. Доброе утро, добрый день, слушаем, привет, привет. Значит, если есть какие-то вопросы по вот этой вводной части, которую я сейчас вам представил, их можно задать. Сейчас напечатав их при помощи кнопки Q&A. Я думаю, что вам всем видна такая панель. Вы видите, наверное, разные там иконки. И одна из них Q&A, это значит вопросы и ответы. Там можно задать свой вопрос. В течение всего вебинара, если возникают какие-то вопросы или нужны уточнения, просьба не стесняться и печатать свои вопросы здесь. Да, вот я вижу, один конкретный вопрос уже появился, и я к нему обязательно вернусь в конце вебинара. А еще вот я вижу в чате, значит, какая-то возникла переписка тоже. Приветствия разнообразные. И здесь мы видим, да, относятся условия конкурса к морям России, к территориальным вводам европейской части относятся. Вы можете уточнить, что именно входит в это понятие. Да, будет выголожено видео вебинара. Рассылки, что под на 20-я статья не будет. Я получил 5 или 7 вопросов от обеспокоенных коллективов авторов о том, что не опаздывают ли они, не заполнены ли все 20 уже, значит, слотов доступных. Об этом беспокоиться не нужно. Сейчас, насколько мне известно, активно над рукописами работают около 10 авторских коллективов. И если вдруг получится так, что интерес превысит наши возможности, и статей будет не 20, а, скажем, 23 или даже там 27, то мы будем искать возможность принять эти рукописи в печать тоже. Обещать я сейчас ничего не могу. Я могу сказать, что у нас точно есть бюджет на 20 статей, но есть высокие шансы, что эта граница может быть превышена. Поэтому, если есть сомнения писать, не писать, то надо писать, и мы будем решать, значит, как быть с превышением квоты. Да, что будет, если с базами данных будут возникать изменения? На этот вопрос я отвечу позже. Он был задан также перед вебинаром. Это очень важный вопрос. Да, по самым разным группам организмов могут быть опубликованы данные. Растения, животные, грибы, все это уместно. Могут быть опубликованы данные геопотанических описаний? Ответ. Да, могут. Формат, подходящий для этого, называется Sampling Event Data. Подробности можно найти на GBFORG, или мы пришлем вам ссылки, если вы не сможете их найти. Да, значит, датасеты могут быть смешаны, они могут содержать данные по европейской части и по Уралу, или, например, по европейской части и по Сибири, или по европейской части России, по Белоруссии, смешанные наборы данных по Прибалтике и европейской части России. Все это пригодно, но в качестве числового критерия пригодности датасета будут учитываться только точки по европейской части России. Я думаю, что, значит, на этом надо прервать ответы на живые вопросы, которые были заданы по вводной части. И я сейчас остановлю свой экран. И теперь мы перейдем к части вебинара, где наши коллеги из издательского дома PINSOFT расскажут, как превратить датасет, опубликованный в GBF, в рукопись статьи, которая будет впоследствии опубликована в журнале By Diversity Data Journal. Я передаю слово Любомиру Пеневу. Здравствуйте, коллеги. Так. Я просто делаю share screen. Так. Секундочку. Извините. Так. Дмитрий, извините, просто я тут немножко запутался с... У нас есть время. Спокойно выбирайте нужный файл. Важно, чтобы часть PINSOFT прошла хорошо. Она пройдет хорошо. Это без сомнения. Могу просто найти мой таб, где презентация. Она не появляется здесь. Хотя мы где-то с вами хорошо потренировали, но... Я могу включить эти слайды со своего экрана, а вы будете говорить. Но эта презентация будет по Google Presentation, да? Ну, у меня я PowerPoint на готове, если... Ну, как скажете, хорошо, ладно. Так. Момент. Это ваша презентация, да? Да, да, хорошо. Я буду ждать вашего сигнала, чтобы менять слайды. Давайте, хорошо, давайте так сделаем тогда. Коллеги, здравствуйте. Мне очень приятно быть на этом вебинаре. И особенно приятно быть среди участников некоторых из моих старейших друзей. Со времен моих аспирантских лет в России, в Москве, тогда институт назывался ЕМЕЖИ, где я работал под руководством тоже незабвенного Юрия Ивановича Чернова. Так. Дмитрий нам уже много рассказал, что такое дейтатайпер или статья о данных. Я просто постараюсь сейчас вкратце показать процесс опубликования данных по этой версии Data Journal. Следующий слайд. Ну, как многие из вас, наверное, уже знают, мы представляем издательство Pinsoft, которое сейчас издает более 50 журналов. Из них более 30 посвящены биоразнообразию. Следующий. Следующий слайд, Дмитрий. Кроме того, что мы издатели, мы поставляем вот такие технологические решения, как платформа ARFA, о которой будет идти речь тоже, поэтому я ее показываю. Это софтверная платформа для издания журналов в самом общем плане. Следующий слайд. Так, Мария, может быть, вы и включите здесь. Мария. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Я хотела также вам сказать, что мы присутствуем в различных соцсетях. Большая часть аккаунтов у нас на английском, но есть и на русском. А конкретно в Фейсбуке вы можете следовать за нашей страничкой ARFA Russia. Вконтакте также у нас есть страница. В Твиттере сегодня, как и на страничках Вконтакте и Фейсбуке, я буду вести стрим вебинара. Так что вы можете следовать за хэштегом события, как вы его видите на экране. Делайте ретвиты на русском, на английском, как вам кажется удобнее. Задавайте нам вопросы и там, если после вебинара что-то еще останется. И будем оставаться на связи. Я сейчас в чат пришлю ссылки отдельно вам для удобства на все эти каналы. Хорошо. Перейдем на следующий слайд. Так, как опубликовать данные? Это, конечно, достаточно большой процесс. Это как будто отдельный способ опубликования в науке. Не буду слишком распространяться по этой теме. Мы опубликовали достаточно подробные указания для публикования данных в научных статьях или в формате научных статей. Это опубликовано в журнале РИО, ResearchIDs.outcomes. Там обсуждаются всякие вопросы, и технические, и вопросы лиценз, и репозиторий для данных, где надо подавать данные, чтобы публиковать потом в журналах и так далее. То есть все это есть и расписано достаточно подробно. Следующий слайд. Так, Дмитрий сказал, что это все это выдумал. На самом деле это не совсем так. Этот был процесс, который начался в 2009 году. Это проект между GBF и Pencil. И там ведущие фигуры были Вишвас Чаман, который тогда работал в GBF, и я. И мы опубликовали, что такое этот data paper для биоразнообразия в одном журнале, где объясняется, как это делается и зачем это делается. И что это приносит авторам, которые публикуют свои данные. Следующий слайд. Так, вот картинка процесса, которую Дмитрий тоже объяснил. Значит, какой смысл вообще публиковать данных и в журнале, и в GBF? Смысл такой, что в GBF публикуются сами данные, они там объединяются с другими данными. И они находятся, так сказать, в большой семье данных со всего мира. А почему опубликовать какой-нибудь dataset, то есть какие-нибудь данные в журнале? Ну, это приносит цитирование, это приносит регистрацию вашего вклада в публикации данных. Короче, это, конечно, есть здесь мотивация для ученых, чтобы они опубликовали свои данные. И самое главное, по-моему, мотивация, это то, что если данные публикуются таким образом, они не теряются. А многие данные, мы все знаем, как они теряются. На фляжках, в компьютерах, после пенсионирования, и так далее, все это уходит на нет. Вообще, в небытие как-то исчезает. А это очень жалко, потому что на это потрачен огромное усилие. Так, значит, как сказал Дмитрий, вот я только повторяю очень коротко, самый лучший способ опубликования данных по биоразнообразию, это загрузить данные, то есть dataset в GBF через GBF Integrated Publishing Toolkit. Когда вы загружаете данные, вы не только загружаете сами данные, но вы подробно описываете, что они представляют собой, то есть метод данные. После того, как вы загрузили и опубликовали эти данные, что можно сделать? Там на страничке есть файл, который эти метод данные можно скачать как EML, это компьютерный код в XML, Ecological Metadata Language называется, или как RTF, как текстовый файл. Потом это можно загрузить в ARFA Writing Tool, то есть Biodiversity Data Journal, который пользуется ARFA Writing Tool, это инструмент, в котором пишется статья. После загрузки метод данных туда, их можно редактировать, их можно добавлять соавторы, можно добавлять цитирование, дополнительные секции, дискуссии, какие-нибудь примеры, скажем, что собой данные построят в виде какого-нибудь графа или какая-нибудь табличечка дополнительная, чтобы лучше описать свои данные, что в файл. Так, где невозможно сделать ответ, там Толя уже может, поскольку это статья, как все остальные статьи. И потом рукопись идет в Biodiversity Data Journal, там проходит рецензирование, проверка данных, Data Auditing, то, что называется, и после принятия публикуется. Так, следующий слайд. Вот пример, который я тоже показал Дмитрий из России, из Коми, очень хороший дата-сет по МХАМ ЮГИ-2 национального парка в Коми. Следующий слайд. Вы видите, это тот же дата-сет, где же данные находятся на GBF. Сначала они опубликовали данные в GBF. И в GBF вы видите, что если немножко, давайте следующий слайд, если немножко ниже пойдете, на этой страничке, вы найдете, то там, где есть Endpoints, можно эти данные скачать отсюда в виде Darwin Core Archive или в виде e-mail, то, что я подчеркнул здесь, синим. Давайте следующий слайд. Так, потом открываем Biodiversity Data Journal, там есть такой бутончик Submit a manuscript. Нажимаете на бутончик, вы видите, это уже переходит в Art of Writing Tool, в интерфейс Art of Writing Tool. Вы выбираете журнал, поскольку там несколько журналов. Это Biodiversity Data Journal. Потом выбираете тип статьи, в данном случае это Data Paper, Biosciences. Давайте следующий слайд. Так, внизу вот этого интерфейса, немножко ниже, есть два способа открыть или сделать рукопись в Art of Writing Tool. Это можно создать ее и писать. Все это можно и написать, то есть не обязательно откуда-то вообще-то импортировать текст статьи. Это можно написать с самого начала. Но если вы уже сделали усилие, то есть подать данные в GBF-5D, это не стоит все это повторять, это просто бессмысленно. Поэтому у нас есть такая возможность. Вот второй бутончик внизу, Import manuscript. Вы нажимаете на бутончик. Давайте потом, следующий слайд. И вы видите интерфейс, который, говорится, Import from EML Metadata. Здесь загружаете тот EML файл, который вы скачали с GBF. Вы ставите прямо ее от компьютера через Browse. И как вы его загрузите, он автоматическим путем превращается, давайте следующий слайд, в рукопись. Готовая рукопись, прямо от метод данных. И поскольку авторы этой действительно хорошей статьи, они приложили такие нормальные, хорошие усилия описать свои данные в GBF очень хорошо, то у них рукопись в данном случае почти готова. Конечно, есть работа, есть редакция, есть там добавление, то, что я уже объяснял. Но вам не надо скопировать снова, то есть повторять процесс по описанию ваших данных заново. Вы просто их скачаете с GBF таким образом, и у вас рукопись уже есть. Дальше. Так, что потом получается? После того, как вы закончили свою рукопись, вы ее подаете в журнал через интерфейс, Submit the manuscript. Данные, до того, как они идут на рецензирование, они у нас проходят через так называемый Data Auditing. Что это такое? Это есть в Biodiversity Data Journal информация, что это такое? Там есть Checklist Quality, Quality Checklist для данных. Это, в общем, формальная проверка данных, содержат ли они лишние знаки, лишние повторения, вот типа такого. Они проходят вот этот Auditing, потом мы посылаем... Давайте следующий слайд. Мы посылаем After Room. Это отчет, такой рекорд, отчет о Auditing. Следующий слайд, где указываются вот такие ошибки в ваших данных, как, скажем, лишние повторения, Pseudo Duplicates, и всякие такие, или какие-то ошибки в географической долгой, где и так далее. После того, как вы получаете этот репорт, надо, в общем, поправить все это в своих данных, поскольку это такие ошибки, которые только, ну, как будто добавляют мусора, иначе очень хорошие данные, поэтому надо действительно постараться и сделать их как надо. Причем, самое главное, то есть, это надо сделать в GBF. GBF это позволяет. То есть, все эти исправления вы можете сделать в GBF, в оригинальной data set. Следующий слайд. Да, это мой последний слайд. Это показывает, да, мне надо было закончить просто ревью-процесс. После того, как вы исправите свои данные, тогда рукопись, когда мы уже уверены, что вы, если там были какие-то ошибки, маленькие ошибки всегда рискут, конечно, тогда мы отправляем рукопись на рецензирование и потом на опубликование, если статья будет принята. И это мой последний слайд. Это показывает, как с 2011 года, когда мы опубликовали первые несколько статей о данных, как это разрастается. И хотя есть в самом начале основной журнал, который принимал эти статьи, это был Zoo Keys, теперь видно, что Biodiversity Data Journal берет вверх и это действительно увлечается на глаза прямо. Ну, все остальные наши журналы тоже принимают, кстати, статьи о данных. Они не входят в этот проект, о котором Дмитрий рассказал вам, по русской равне, то есть по европейской России. И только в Biodiversity Data Journal можно импортировать данные через e-mail файл в остальных журналах. Надо скачать просто метод данной FARTF и подать как нормальную рукопись. На этом я заканчиваю и буду рад ответить на ваши вопросы. Большое спасибо, Любомир. Сейчас мы должны посмотреть наш чат и посмотреть на вопросы, которые накопились к этому моменту. Я пропущу общие вопросы, на которые я отвечу сам в конце вебинара, и сейчас я постараюсь найти специфический вопрос, который относится к презентации PINSOFT. Вижу вопрос. Да, вот последний. Может быть, удобнее начать с конца. Все ли из представленных на слайде журналов платные? Я думаю, что будет лучше, если Любомир будет отвечать. Значит, да-да-да, конечно, да. Больше половины наших журналов бесплатные. То есть, благодаря поддержке разных организаций, институтов и прочее, прочее. Так что, если платные журналы, ну и больше половины, они полностью бесплатные. Просто вам надо выбрать, что вам удобно или нравится. И еще был вопрос для нас, это по поводу координатов. Но в любом журнале, тоже в 5PT, конечно, в GBF, есть указание, как надо форматировать координаты. Там только три возможности, и они очень понятны. Сейчас не буду об этом рассказывать, но там все есть. Остальные вопросы, насколько я вижу, общие по нашей программе. А нет, вот еще один вопрос от Алексея Серегина к любому миру. В нашем датасете 1 миллион записей. По результатам аудита не должно быть ни одной ошибки. Так ли это? Ошибки всегда есть, но, конечно, и не все выследит, что у нас такой базы. Это специальная работа, кстати, отдельная работа. Это вообще-то... Вообще-то ожидается, что авторы сами проверяют свои данные и не допускают такие чисто технические ошибки, ошибки консистентности, как называется. Повторение записей, там лишние запеты и так далее, и так далее. Но, если будет такой датасет, это 1 миллион записей, мы кое-что посмотрим, мы не обещаем, что может быть проверить каждую запись, каждую запись. Но наверняка найдем кое-что. И отправим. Я хотел бы вот ответить на... Значит, еще... Отметить несколько моментов. Здесь был задан вопрос, можно ли отлучить файл презентации Pintsoft. Я забыл предупредить всех участников. Все докладчики знают, но участники, может быть, нет, что ведется запись этого вебинара, и мы планируем выложить это видео на один из каналов GBF. Дадим вам знать тем или иным образом, как можно это все посмотреть снова. Я понимаю, что вся эта дискуссия происходит в достаточно высоком темпе, и, возможно, вам захочется вернуться к этому обсуждению. Я думаю, что Pintsoft не откажется разместить слайды вместе с этим видео. Обязательно. Обязательно. И запустим через софт-сети, и каждый может скачать их, и так далее. Обязательно сделаем. Теперь еще один вопрос по ARFA, я вижу, от Степана. После того, как описание датасета, размещенное в GBF, загружено в ARFA, есть ли возможность нести туда дополнение? Куда? Куда дополнение? В рукопись. Или в данные? В описании. Нет, в описании. Вопрос об описании. Я уже сказал, то есть как бы загрузить эти данные в ARFA, там можно делать все, что угодно. То есть можно добавлять, и обязательно надо добавлять цитирование, можно добавлять отдельные фигуры, то есть можно расширить статью, как вам нравится, как вам хочется. Так что не только, даже после прохождения рецизирования он тоже возвращается к автору, вносится изменение, исправление и так далее, как в обычном журнале. Да, вот связанный вопрос. Это вебинар для тех, кто уже работает в GBF. Будет ли вебинар для чайников, кто только собирается носить свои данные, но еще не делал этого? У меня, да, есть готовый на эту тему комментарий. У нас, в принципе, есть материалы на русском языке, которые подробно объясняют, как опубликовать данные в GBF. Эти материалы в том числе размещены на сайте GBF.ru, который, может быть, многим из вас знаком. Это неофициальный сайт GBF, поскольку Россия, к сожалению, не является страной-участником GBF, но вот силами энтузиастов Натальи Ивановой и Максима Шашкова и примкнувших к ним товарищей был сделан сайт на русском языке, в котором есть подробный раздел о том, как опубликовать данные в GBF. Мы не планируем отдельный вебинар на русском на эту тему, поскольку есть подробная документация. Еще два комментария я хотел бы дать, прежде чем перейти к вопросам, которые были заданы до вебинара. ARFA для многих, я заметил и на конференции, где были презентации по ARFA Writing Tool, вызывает смешанные чувства. Кто-то очень рад видеть, что возникла такая система, кто-то немножко как-то не знает, что это или боится в ней работать. ARFA это фактически текстовый редактор, продвинутый такой онлайн текстовый редактор, который позволяет работать над текстом уже в готовой структуре статьи. То есть, в принципе, для любого человека, который знаком с Google Docs, в ARFA ничего нового, страшного не будет. И по большому счету разница в работе в Google Docs и разница и в работе ARFA состоит в том, что в ARFA уже есть готовая разбивка на разделы будущей статьи. И, в принципе, вот психологический порог очень низкий, и бояться ARFA не нужно. Я сразу отвечу на пару вопросов по ARFA здесь были, есть ли руководство и так далее. То есть, есть там, когда человек входит ARFA, есть tips and tricks на горизонтальном меню сверху, и там буквально, буквально, как скринсчеты сказано, если вы хотите добавить цитирование, делайте раз, два, три, как это делается. То есть, то, что называется кривая усвоения или learning curve, то, что называется, в ARFA она достаточно такая, идет наверх очень круто, но она очень короткая. То есть, сразу вы один раз это сделаете, тогда будет вам удобно или легко. Это по поводу ARFA. Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы, если там что-то непонятно, но, в принципе, все описано достаточно коротко и подробно, буквально картинками. Еще два вопроса по ARFA, я вижу, Любомир. Можно ли публиковать данные через ARFA? Я думаю, что мы должны немножко ускориться, поскольку время идет, и ответ на этот вопрос нет. ARFA – это текстовый редактор для подготовки рукописей. Данные нужно публиковать через Integrated Publishing Toolkit или другие системы. Значит, в ARFA можно публиковать многие другие данные, там можно импортировать прямо, скажем, местонахождение видов и новых видов и так далее, но это другое дело. Мы говорим о проекте, когда публикуются данные, публикуются данные, которые уже в GBF. Вот это смысл этого проекта. Вижу вопрос от Алексея. Является ли ARFA пионером в таком типа работы с GBF или другие издательства тоже такое практикуют? Как там, конкуренты, Любомир? Она не только пионером, она пока еще единственный такой вообще текстовый редактор, который может принимать целую статью через XML или прямо импортировать данные в рукопись, прямо брать из GBF и импортировать, скажем, местонахождение какого-то вида в рукопись. То есть не копировать его, не переписывать, а прямо... Так что в этом плане ARFA и пионер и уникальный пока продукт. И, прежде чем мы перейдем к общим вопросам, последний вопрос по ARFA, я вижу, делает ли ARFA автоматическую статистику и таблицы на основании датасета или это нужно загружать отдельно? Хороший вопрос. Это нужно загружать отдельно. Еще был вопрос, можно ли представить историю данных более подробно. Конечно, не только можно, но желательно. Опять же, ARFA вы можете добавлять и секции к этой статье, и новую информацию, иллюстрации, графы, таблички, картинки, что это такое собой представляет, примеры использования ваших данных. Все, что хотите, как обычный, в обычной мыши рукописи. Большое спасибо. Значит, у нас осталось 19 минут, и я хотел бы предложить провести их таким образом. Сейчас я снова сделаю share screen, и мы быстренько пробежимся по вопросам, которые были заданы до вебинара. Этот Google Doc был всем вам прислан, ссылку эту мы тоже разместим вместе с видео и слайдами PINsoft. Допустим ли публикация данных по европейской части и Западной Сибири? Да, это допустимо, как я уже отвечал. Раньше вы можете публиковать смешанные датасеты, но в качестве числового критерия будут учитываться только записи, которые происходят с территорией европейской части России. Искусственное разбиение датасетов не рекомендуется. Например, у вас был масштабный проект, в котором вы изучали жужелиц почвенными ловушками. В вашем наборе данных есть данные по Сибири, по Уралу, по европейской части. Это была одна большая работа по единой методологии, и вы хотели бы опубликовать этот датасет. Нелогично вырезать оттуда кусочек по европейской части, только потому, что наша программа ориентирована на этот регион. Мы, наоборот, рекомендуем публикацию всего массива данных, поскольку это единый блок информации, и ценность его от разбиения может упасть. Что такое, как работает ARFA, было только что рассказано. Я понимаю, что мы только коснулись основных принципов работы этой платформы, но вот PINSOFT и GBIF мы сможем помочь вам разобраться с этим по ходу дела. Значит, если данные уже были опубликованы в GBIF, но не были геопривязаны, можно ли включить эти точки в новый датасет на водоработном виде? Да, можно. Критерием пригодности датасета для бесплатной публикации в этом году является появление 5000 или более новых записей в GBIF. Что такое новых? Новые, это значит, что они были опубликованы в 2020 году, в GBIF они не были представлены в 2019 году или раньше, или они были представлены в GBIF, но не было геопривязки. Например, был опубликован массивный датасет по гербарию, но геопривязка продолжается постепенно и в 2020 году 5000 или более записей получили цифровые координаты. Такие данные считаются новыми и они могут быть описаны в статье о данных. вопрос номер 5. В общем, дальше развивает эту тему. Если обновления существенно увеличивают ценность записи, тоже могут считаться новыми. например, данные были определены до семейства и в таком виде опубликованы в GBIF. В 2020 году эти образцы были определены до вида и теперь их точность выросла. И хотя они были опубликованы и раньше, сейчас они стали гораздо более точными и ценными. Будут ли absence data учитываться? Да, будут. Был задан вопрос также в живом чате о том, только ли данные occurrences будут учитываться и приниматься к статьям о данных. Нет, мы принимаем также и чек-листы и данные экологических учетов, которые публикуются в формате sampling event data sets. Более того, если это чек-лист каких-то эндемиков или, например, охраняемой территории или это данные экологических учетов, критерий в 5000 записей может быть понижен. Такие данные представляют собой особую ценность и работа над ними требует больше времени. Вопрос номер семь. Data set растет и постоянно увеличивается. Отвечал уже про разбивку. В принципе, лучше писать статьи по цельным датасетам и не дробить их на искусственные кусочки при 5000 записей. Есть понятие такое в науке тоже с салями publishing, когда материалы разбиваются на минимально публикуемые кусочки, чтобы увеличить число публикаций. Как хорошо всем известно, это не самая прекрасная научная практика и это логика применима к датасетам. Вопрос номер восемь. Данные по Москве и восточной Европе. Датасет целиком или только про московскую часть? Опять уже отвечал, разбивка не приветствуется. Номер девять iNature лист. Формально данные, которые собирают наблюдатели в iNaturalist публикуются через аккаунт iNaturalist. Но если участники какого-то конкретного проекта, например, по Флоре России, сделали более 5000 новых наблюдений в этом году, то это может быть принято во внимание и учтено как новая запись. Должен ли набор данных быть целиком размещен в GBIF? Набор данных может быть опубликован частично, но данные, которые в GBIF должны отвечать числовому критерию. Вопрос про деревья на пробной площади. Мало кто публикует данные по деревьям и растительности, так что одно дерево это одна точка. Но людям, знакомым с геоботаническими исследованиями, понятно, что большого смысла в этом нет, если только исследования не ведутся в очень мелком, очень подробном масштабе. Как правило, количественные данные представлены в GBIF при помощи сэмплинг-эвент формата, где для каждого вида, обнаруженного на пробной площади, указывается либо проективное покрытие, либо количество отдельных организмов. и это рекомендуемый путь. Вопрос номер 12. Существует, значит, соответствует ли критериям BDJ набор данных на 90% основанных на публикациях? Да, это пригодно. Конечно, намеренные дубликации данных не приветствуются, но если данные, которые взяты из статей, не были раньше представлены в GBIF, эти данные безусловно считаются новыми, и усилия по их экстракции из старой или не очень старой литературы, безусловно, заслуживают описания в статье о данных. Можно ли будет добавлять данные в датасет после опубликования статьи о данных? Это очень важный вопрос, очень хороший, на него большой ответ, я весь его не буду здесь повторять. Важно понять вот какую вещь, что набор данных это живой динамический продукт. Публикация и публикация статьи о данных в том числе это статический продукт. Изменения в уже опубликованную рукопись практически не вносится, это происходит в исключительных случаях, а датасет наоборот растет, живет, у него появляются новые записи, новые версии и так далее. Поэтому имеет смысл писать статью о данных так, чтобы она описывала датасет с закладкой на его рост. Например, если вы описываете датасет какого-то гербария, совершенно очевидно, что если гербарий активно курируется, в нем будут появляться новые образцы и набор данных будет расти. Но история этого датасета, как именно образовался этот гербарий, кто принимал участие в оцифровке, какими системами вы пользуетесь, она в принципе остается более-менее той же, несмотря на то, что количество записей растет. Но бывает так, что датасет меняется до неузнаваемости. Например, вы начали один какой-то проект, собирали данные, вот в примере B я привожу эту историю, допустим, вы собирали наземные беспозвоночные, у вас 6 тысяч записей из таежной зоны, и проект этот кончился. Вы опубликовали датасет, написали о нем статью о данных, прошли годы, выплачили новый грант, изменили метод, взяли ловушки малеза и поехали в лесостепь. И вы начали работать другим методом. Те же люди из того же института работают по той же группе, но метод совсем другой. В принципе, конечно, вы можете продолжить увеличивать свой датасет, но логики в этом будет не очень много. Формально это новый отдельный проект, и логично опубликовать его как отдельный набор данных с отдельным льдой и так далее. Осталось 10 минут, это очень мало, а вопросов много, поэтому я сейчас перейду к чату и к вопросам, которые были заданы в Q&A. повтор вопрос о пробной площади. Если случай, где измеряется каждое дерево по отдельности, а не интегральные характеристики, тогда да, тогда одно дерево, одна запись. Какие критерии рецензента к допуску статьи о публикации? На странице BDJ размещены инструкции для авторов и инструкции для ревьюеров, которые сложно изучить, но в общем они не являются чем-то экзотическим. Статья должна быть написана хорошим научным языком, на хорошем английском языке. Она должна адекватно описывать методы, адекватно описывать данные и так далее. Вы можете подробнее уточнить на сайте. Двигаюсь выше. Датасет содержит 1300 events и 5400 occurrences. Удовлетворяет ли он заданным критерием? Да. Может ли датасет объединять данные по разным типам исследований на одном участке численности биомассы? Да, может. Это можно описать в структуре данных при помощи sampling event датасета. Вопрос. Статья 1 вид исследован на 1 признак. Частота в случаемости этого признака рассчитана. Годится ли такая статья для публикации в GBIF? Характеристики какие-то traits или конкретные признаки в принципе могут быть описаны в качестве привязки к точечным данным, но для GBIF это не является основным фокусом. В принципе основная масса данных GBIF это точки с датами и координатами, а также чек-листы научных названий и данных экологических учетов. Я сейчас прокручу вверх, а потом вниз. Значит, про арфа мы поговорили. Спасибо, Наталья, за напоминание о том, что открыт заочный курс для чайников, который стартует сегодня. И если вы не знакомы с процессом публикации данных GBIF, я хотел бы присоединиться к приглашению Натальи и пригласить вас на этот курс. Подробности, наверное, можно узнать у Натальи Ивановой через GBIF.ru. Существует ли краткое руководство, как провести процедуру подготовки данного типа публикации? Существует общее руководство, как опубликовать данные в GBIF. и тот факт, что датасет будет описан потом в Biodiversity Data Journal, никак не влияет на процесс публикации данных GBIF. Инструкции по подготовке рукописи статьи о данных в Biodiversity Data Journal размещены на сайте Biodiversity Data Journal. Я рекомендую всем внимательно их изучить. Ничто так не огорчает редактора или ревьюера, как отклонение от правил для авторов. Можно ли будет остановиться подробнее на содержании истории датасета? Да, у вас есть полная свобода включать в рукопись статьи о данных любые важные с вашей точки зрения элементы истории этого датасета. Дальше всякие приветствия. Надеюсь, что я ничего не пропустил. Тут возникло пять новых сообщений. Эти сообщения. Есть ли рекомендация от PINSOFT, куда обращаться по поводу proofreading? Может быть, любой мир ответит. Что вы понимаете под proofreading? В смысле проверить лингвистические статьи? Да, я думаю, речь об английском. Я очень рекомендую, чтобы статья была на хорошем английском языке, чтобы они медлились с ее рецензированием. Но у нас есть и платные сервисы, если человек хочет проверить язык с native speaker, то, что называется, с специалистом. Это платной сервис, да, у нас есть это. А proofreading, в смысле проверки, скажем, всяких технических требований к рукописи, ARFA делает сама, то есть перед подачей рукописи в журнал, она вам скажет, у вас есть цитирование, которое в тексте нет, или наоборот. Или вы поставили фигуру, а вообще нигде не цитировали эту фигуру в текст, она все вам покажет и дает линк, ссылку на место, где вы должны ввести ваше исправление. Да, это отличная штука, ARFA фактически она устроена так, что позволяет избегать ошибок при работе над рукописью. Двигаемся дальше. Как технически вносить извинения в датасет уже опубликованный GBIF? Фактически вы делаете новую версию датасета и заменяете последнюю версию датасета на новую. Этот процесс мало чем отличается от публикации данных. Это был вопрос Петра Ефимова. Дальше были добавлены инструкции по статьям от данных. Адрес Натальи Ивановой можете увидеть в чате. И дальше указания для рецензирования данных. Дальше вопрос могут ли в одной публикации дата пейпер суммироваться данные разных наборов данных, загруженных от разных аккаунтов, но объединенных тематически и локализованных на европейской части. Это интересный вариант. Я думаю, что да, но мне хотелось бы получить дополнительное подтверждение от Pinsoft. Может ли статья о данных описывать больше, чем один датасет? Она может описывать произвольное количество датасет, но если процесс идет через GBF, она может описать, то есть можно загрузить статью от email файла только для этого датасета, который опубликован в GBF. В принципе, можно добавить, там есть такая секция data resources, там можно добавить линк любые и высказать благодарности, и цитировать их в любое количество data sets. А здесь все-таки основной. Так, двигаемся дальше, может быть, мы даже уложимся во время. Значит, при геопривязке три степени точности. Современные снятые с полюс GPS, координаты с карты и приблизительная привязка по этикетке. Каким-то образом надо различать степень точности привязки. При объединении таких данных в одном датасете существует возможность описать эту разницу в полях Darwin Core. Подробнее остановиться сейчас времени нет, но это классическая ситуация для коллекций, которые начаты были в давние времена, где этикетки без всяких координат писались тушью на бумаге, а сейчас снимается GPS. Если рецензент русскоязычный, может ли он русскоязычным авторам давать рецензию на русском? Насколько мне известно, деловым языком Biodiversity Data Journal является английский, вся переписка с авторами, ревьюерами и редакторами идет на английском языке. Количественные критерии для случая, когда статья данных описывает больше, чем один датасет, будет выполняться для всех датасетов вместе, то есть, если у вас есть датасет в 3000 записей и еще два датасета по 1000 записей, а вместе это 5, то такая статья данных отвечает количественному критерию. Вы можете составить такую мозаику и описать ее вместе. какие морские морские акватории России подходят для участия в конкурсе? Речь идет о территориальных водах России, примыкающих к европейской части. Я сухопутный биолог, подробнее сейчас не скажу вам, но речь идет о северных морях и Черноморском бассейне, а также акватории, примыкающей Калининградской области. Теперь возникают новые сообщения все время, рассказ по поводу геопривязки. Если опубликовано несколько датасетов и сумма данных 5000, публикация в журнале может касаться лишь одного датасета. Об этом мы говорили выше. Если вы решили в одной публикации, в одной статье о данных, описать больше, чем один датасет, это ваше решение и такая рукопись может быть включена в наш специальный выпуск. Все-таки основной датасет должен отвечать требованиям проекта. Да, но количественные критерии будут все-таки касаться суммы всех записей. Если у вас несколько маленьких датасетов, но в сумме они превышают 5000 записей, это годится. теперь я зашел в Q&A и хочу посмотреть, что здесь написано. Акватория России, об этом мы говорили. Если данные были опубликованы в iNaturalist, а некоторые опубликованы в GBIF, будут ли они учтены, если войдут новые датасет, размещенные в GBIF? Ну, в принципе, это возможно, но это не приветствуется, поскольку приводит к намеренной дупликации данных. Мы хотели бы видеть новые данные в GBIF и истории, описывающие эти данные. Вопрос к Любомиру входит ли по Diversity Data Journal в Scopus и Web of Science? Да, он очень хорошо индексируется, у него есть impact фактор выше одного и скопус еще выше side score фактор, так что все там в порядке. В рамках проекта отправлять ли статьи Дмитрию регистрируют через ARFA? Мне ничего отправлять не надо, нужно подавать статьи в Diversity Data Journal обычным образом через ARFA. Про частоту признака я отвечал, про типы данных тоже отвечал, еще раз скажу, что не только Accurrent Data Sets, но и Checklist и Sampling Event Data Sets годятся. Сколько стоит публикация в журнале? Обычная цена, насколько я помню, публикации стандартной длины 450 евро, но данные в нашей программе, данные по европейской части России в этом году будут спонсированы и если вы подадите их печать до 31 августа этого года и войдете в первые 20 или 20 с небольшим статей, которые будут поданы, это будет для вас бесплатно в этом году. Является ли Полярный Урал западной частью России? С Уралом вопрос пограничный будем считать по водоразделу. Если данные собраны на западном склоне, они годятся. Есть ли временные ограничения сбора данных? Нет, данные могут быть собраны в любое время, они могут быть 200 и 300 летней давности, если у вас такие есть. Важна новизна их в GB данные отсутствовали в GB до 2020 года, а теперь вашими усилиями они появились. Годятся ли данные, собранные в окрестах Екатеринбурга и МИАСа? Нет, они не подходят, поскольку находятся к востоку от водораздела. Ну, как Екатеринбург? Вот еще МИАС тоже, МИАСово озеро там. Это, по-моему, к западу от Урала. Вот приедем осенью, посмотрим. Ну, значит, вопрос с географическими картами и Уралом, я думаю, каждый может решить самостоятельно. Так, ну, кажется, не все мы успели просмотреть, все вопросы в Q&A и все вопросы в чате. Возможно, что-то было упущено, я прошу прощения, вопросов было очень много, а времени не очень. Если какие-то вопросы останутся, их можно задавать мне, и если какие-то вопросы есть к Пинсофт, то можно послать их Любомиру, Теодору, Марии, мы все будем рады ответить на них и потом. Мы превысили наше время на 3 минуты, думаю, что нам нужно на этом остановиться. Спасибо всем, спасибо за интерес, я думаю, что мы поставили рекорд в GBIF по популярности, 92 участника на этот момент, это очень хорошо, я очень рад, что всем так интересны статьи о данных и публикации в GBIF. Всего хорошего, на этом вебинар заканчиваем. Пока. Спасибо. Продолжение следует...